Бывает периодически, что руки потрясывают, легкое заикание, когда заговариваешься. А так, вполне жизни вообще не мешает. Никита с позывным доза контузила, когда он забирал раненого с поля боя. Такая работа у медиков ротовой бригады, куда бойцы, туда и фельдшер. Сейчас парень восстанавливается и помогает собирать гуманитарную помощь в зону СВО. Сегодня Никита принимает партию «Канюль» для оказания помощи тяжелораненым. Медицинский груз от депутата Госдумы Александра Прокопьева, общей стоимости более 700 тысяч рублей, отправляется из общественной приемной «Единой России» по госпиталям в зону СВО. Шприцом в дороге ты сильно не введешь какое-то лекарство, потому что шприц начинает болтаться. Ну и держать его, естественно, приходится, ну тяжело его держать, потому что еще много больных, вот так тебя рядом везут, там до трех-четырех человек вместе увозят. И все они в разной тяжести. А это приспособление его как бы поставил, прижал и можешь уже заниматься другими делами. Вторую партию «Канюль» от Александра Прокопьева взялся доставить анестезиолог 5-й городской больницы Александр Гладков. С осенью прошлого года он врач медицинской роты. Именно в его руки фельдшеры передают раненых. Сейчас Александр в отпуске, но совсем скоро вернется в горячую точку. Вот когда есть все, то шанс выжить всяко больше, когда чего-то не хватает. Бывают очень проблемные раненые, которых надо срочно капать, выводить из шока, с большими кровопотерями, с острыми кровопотерями. Когда возможно подколоться, по нормальному попасть вену, может и не быть. В таких случаях «Канюль» – настоящее спасение. В инструкциях подчеркивается, что этот инструмент предназначен для обученного персонала Минобороны, МЧС и других оперативных служб. Однако не все специалисты имеют опыт внутрикосных инфузий. Поэтому госпитали получат и тренажер для отработки навыка. Эти инновационные инструменты выпускаются на отечественном предприятии в городе Воронеже. И они значительно проще и дешевле импортных зарубежных аналогов. От такого компактного и эффективного устройства не откажется ни одна бригада реанимации скорой помощи, не говоря уже о военных медиках. Добавим, что общественная приемная «Единой России» открыта для всех, кто хочет помочь своим землякам на линии соприкосновения. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин.